Наши коллеги из журнала Главбух обратились в Роструд, чтобы чиновники разъяснили спорные вопросы, как делить отпуска на части, когда можно сотрудника отпустить на отдых, а когда можно отозвать из него. И три из четырех выводов в пользу компании. Почти половина ваших коллег против двухдневных отпусков, которые сотрудники берут на выходные дни, на субботу и воскресенье, и бухгалтеры считают это нарушением. В трудовом кодексе ограничение одно, хотя бы одна из частей отпуска должна быть не меньше 14 календарных дней. Получается, что оставшуюся часть сотрудник вправе разделить на свое усмотрение, если, конечно, работодатель не против. В то же время кодекс гарантирует, что у работника помимо выходных есть еще 28 календарных дней свободных от работы. Если же предоставлять отпуск только на выходные дни, то это лишает человека законных дней отдыха. Поэтому Минтрут разъясняет, что такие отпуска незаконны. При этом ведомство не против, если отпуск будет начинаться с выходного дня.